МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадую компанию Гомель, у студии и працея Наталья Ихнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Инновационная пляцовка. Сегодня у Гомеля официально открыли первую чаргу технопарка «Коралл». В истязной дина. Вытворчий участок по перепрацовуце отходов у Гомельским районе перенесуть у иншая месца. Летось пякота пляж. У регионе распачался купальный сезон. А зараза б гэтым иншим, больш подробязна. Сегодня у Гомеля официально открыли первую чаргу технопарка «Коралл». Проект реализуется на территории свободной экономичной зоны Гомеля-Ратон за сродки у основным областного и республиканского инновационных фондау. С мягчимостями, які створены для резидентау, ознайомилися наши корреспонденты. Обзначение, якое надается створению другого Гомельского технопарка, можно мерковать по тем факте, что ответный проект включен в державную программу инновационного развития Республики Беларусь. Его реализация продуглеживает реконструкцию былых вытворших помешканий и администрационных корпусов завода «Коралл». Как плануется у кончатковом варианте, технопарк будет увиден в эксплуатацию на початку наступного года. Сегодня тут презентовали первый пусковый модуль. Подай его головная особенность – центр 3D-моделевания с мощным вылечальным комплексом. Не надо беспокоиться об интернете, телефонии, учебном классе. Можно снизить нагрузку на свое оборудование, я имею в виду, прежде всего, компьютерное. Можно использовать так называемый тонкий клиент, приходить с минимумом оборудования и нагружать мощности того сервера, который на сегодняшний день имеется. Вплоть до хранения своих данных на этих серверах. Сяручных, кто выказал жадание стать резидентом Гомельского технопарка «Коралл» – компания «Интекс.ИК». И ее представник Артем Базаров працует в Гомельском отделении белорусской чугунки. Подчас открытия первого пускового модуля он презентует распространения по повышению безопасности эксплуатации техников. В уголе такие системы иснуют. Але распространение Артема не только надзейное, але и в десятки разов больше танная за иснуючие узоры. Моя разработка, которую я сделал сам, вы можете увидеть их там, она в 163 раза дешевле. Для сравнения, около 3000 белорусских рублей закупается модуль из России. И около 15 рублей выходит модуль, который сделал я. По поводу надежности аппаратуры, с 22 сентября два модуля уже в составе действующей аппаратуры. И за это время не было ни одной ошибки. До супросовництва с технопарком «Коралл» плануется активно протягивать высшейшие навучальные установы. У них моцный интеллектуальный потенциал, але не зауседуюсь техничные махчимости для практичной реализации инновационных распросовок. Потенциальные резиденты технопарка и медицинские установы. Гомельская областная клиничная больница договор об супросовництве заключила и шелся к веку этого года. Сегодня тут не только створена сучасная лешебная база, але и ведутся распросовки новых материалов, которые используются при проведении высокотехнологичных операций. Утымлику у нейрохирургии. Разом с тем, выконать усе необходные доследования на обсталяване, якое есть у больницы, не зауседы махчима. Не каждый материал, который используется для 3D-печати, можно стерилизовать. Например, высокая температура для стандартных полимеров, к сожалению, их деформирует. Поэтому сейчас идут разработки в подборе и материала, в том числе и программного обеспечения, и материала для создания матрицы. После введения на початку наступного года в эксплуатацию так званого модуля А Технопарк «Карал» выйдя на проектную магутность. Это станет яршедным кроком по практичной реализации перспективных проектов, притягнении инвестиций и таким чином реальном развитии экономики. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня у Мазыры урочисто открыли пункт мытного оформления «Мазыр Белмыц-сервис». Тут створены усе умовы, как якосно и оперативно оказывать логистичные послухи. Мазыр Белмыц-сервис будет обслуговывать субъекты господара неутым лику суседних регионов. Его особливость – оформление нафтопродуктов на экспорт, а так само – логистичное супроводжение инвестпроектов у «Гомельской области». Сегодня данные СВХ соответствуют всем требованиям, которые сегодня важны для наших клиентов, для наших партнеров. Склад отказных охранения «Мазыр Белмыц-сервису» – один и объект у Полесском регионе, який оказывает послуги знишней экономичной деянности. До речи тут декларуют товары с наименьшими финансовыми затратами и у максимально стислый термин. «Мазырский таможенный пост осуществляет эту важную задачу, он помогает в рамках государственно-частного партнерства всем заинтересованным лицам в сфере экономической деятельности осуществлять свои операции быстро и качественно». Мы протягиваем Сачит за ситуацией, связанной с вытворчим участком компании «Утализатор», размещанным в Хомельском районе. Протприемство «Каляши» трех годов займается утилизацией и перепрацовкой отходов вытворчасти. Былость мете, отрымливая другое житё, и знов може выкорастовываться. Один из участков больше за два года тому з'явился побачь звёздкой Лопатина. Шум и пыл от вытворчасти выкликают заклопоченность мясового насельництва. Сегодня мы звернулись за комментарием до экологов. У Гомельской гараинспекции природных ресурсов и оховы новокольных осяродзе поведомили, что предприемство на постоянном контроле с момента заявления участка увёз Целопатина. Мониторинг выявлял невеликие порушения, однако яны оперативно ликвидовалися. И никаких передумов для закрытия вытворчасти не было. Коли ранее у инспекцию люди звертались опероважно по особку, зараз поступил коллективный зворот. Специалисты ящий раз уважливо вывучить это вопрос и дадут подробностный отказ. На хэтос потребится каля месяца. Мы собираем сегодня все данные, которые имеются, анализируем их, ведём контрольные мероприятия. Даже, скажу больше, привлекли даже аналитические службы к этому моменту. Поэтому буквально пару недель у нас будет известна картинка, выявлено нарушение природоохранного законодательства, нарушается ли оно, и, соответственно, будут приняты выводы. В случае нарушения природоохранного законодательства будет административная ответственность, ну, и выдано соответствующее требование и рекомендации в случае необходимости по приведению уже в соответствии с требованием природоохранного законодательства. Нагадаем, як поведомили мясовые улады и керавництво компании «Утилизатор», участок Калявёвский-Лопатина почнуть поступово разгружать. И приблизно прострый месяц, и он будет полностью перенесен в иншее место. Завтра же хары в области могут вернуться по телефоне до представников мясцовой улады. У Гомельскими облаканками на пытанье громадян откажет керавник региона Геннадь Соловей. Телефон для совязи 33-12-37. У гэты шас приймать звонки будет перший намесник старшини Гомельска Гагарвы-Канкама Александр Германов. Номер телефона 33-09-59. Прамые линии, які, звычайно, працуют с 9 до 12-1. Жлобин признанный лепшим райцентром Украины у номинации «Формирование архитектурно-мастатского эстетического сяродя» за минули год. Такий выник зробленный подчас республиканского огляда конкурса, санитарного стану и доброупорядкования населенных пунктов. Про то, что было сделано и над чем протягивается работа в городе, расскажет Ганна Корольчук. Парк семейных древ в Жлобине заявился минулой осенью. До городских уладов и депутатов звернулись и мясцовые жахары с просьбой створить место для прогулок и отпочинку в молодым третьем микрорайоне. Пропонову подтримали. На доброупорядкование этого места выделили больше за 100 тысяч рублей. Было обращение в том, что негде провести досуг нашим гражданам, молодым мамам, а также пожилым людям. Было принято решение нашими депутатами во главе Волкова Игоря Владимировича. Обустроить это место. Эту инициативу поддержал также наш мэр города, Науменко Иван Анатольевич. В результате этого получилась вот такая красота у нас в виде этого сквера. Мы его назвали парк семейный. На площади около 2000 квадратных метров молодые пары и семьи с детьми посадили именные древы. 350 кленов и сумахов. Але, як вядома, это только частка працы. Важно, как древы прижилися. Як бачено, зиму перенесли добро. Засталося справиться со спякотным летом. Улады упевнены, что огульными намаганиями с берахчы зеленое насаджение удастся. Жахары микрорайона поливают именные древы и бережливо ставятся до парка, покольки сами унесли лепту у его створения. Усе хочут, чтобы дети проспят 10 годов гуляли под зелеными кронами. До того же поближе с парком находится наистарайшая в городе школа, номер 2, побудованная в 1982 году. Все лето улады занялись и ее обновлением. Капитальный работ будет проходить в две черги. Первую завершить до початка новичного года. Первая очередь должна закончиться к сентябрю. У нас будут поставлены окна. Вот здесь, где вы видите, сейчас идут ремонтные работы. Будет фасад. Там вывеска уже видно, как преобразится наша школа, какая будет школа интересная. Надеемся, что все здоровые, отдохнувшие, счастливые придут к 1 сентября в школу обновленную, красивые, новые классы. Мы, конечно, приложим все силы для того, чтобы так и было. В школе учатся больше за 500 детей. Все летое ей покинули 29 выпускников, сярод яких три сребранные медалисты. Ганна Каральчук и Гармарышенко. Телерадиокомпания Гомельс, Жлобина. Ясно вчера куртки, а уже сегодня купальники. Спякотное лето началось нечаканно. И пока не передумала, люди корыстаются моментом и наводняют с собой пляжи. Так, некого дома тримает пандемия. Страх захворить оправданный и осторожные выкликают повагу. Але все ж таки отмовит сабе успокусе выкупаться вельми складана. Кто ведает, мабуть, все лето большаясь проведе на родиме. И свои пляжи станут одиным местом отпочинку. Як распачался купальный сезон у Гомеля, сюжет Марыны Джалай. Яна у декретном отпочинку. Живе у Гомеля побыч с каскадом озера у Волотове. С дачками Алиной Машей вока-давока. Але мать и ведая, что побыч – выротовальники. Пляж обсталеванный, дно почищено, для детей – охороженная зона. Все остальное залежит только однодворье. Пляж – оборудование для детей в первую очередь, я считаю, что мы здесь рядышком живем. Сделаны ограничители. Постоянно присутствуют люди, которые наблюдают за этим. Чувствуем себя безопасно. На платном участке центрального пляжа с двумя со своих четырех дачок отпочивает Александра. В общем, в выходных этот пляж бесплатный. Платить нужно только за шезлонги, когда они нужны. Меньше людей, спокойно, почище здесь. Хорошо с детьми, хорошо, мне нравится. Какие услуги, за что вы здесь платите? Не за что вообще. Ну, здесь, если что-то покупаешь, за шезлонг надо платить, а просто прийти с детьми бесплатно. Усяго у Гомеля для купания обсталеванное 10 пляжов. Тут чистый берег и дно, уся необходная инфраструктура. Туалеты, кабинки для пероопранания, фонтаншики с водой гандлевые объекты и самое галонное завсёды на поготове выртовальники. Если говорить применительно к центральному пляжу, вот акваторию, которого мы видим, здесь был организован и подвоз песка. Достаточно безопасно оборудована, прилегающая к воде зона. Удалён всевозможный и растительный мусор. Кроме того, всё, что я сказал выше, от малых архитектурных форм до мусороудаления, до водопроводной воды, до точек, которые осуществляют малую торговлю, здесь мы всё это можем видеть. Я думаю, что городскими властями предприняты все меры для того, чтобы наши жители, жители нашего города, гости нашего города чувствовали себя здесь очень и очень комфортно. Сразумело, некому хочется отпочевать в большадособленных местах альбо там, где это в принципе заборонено. Але треба памятать, кали нечто сдарится, да помочь, будет некому. Тому выбирать треба только беспечные, специально пристосованные пляжи. Особливо важно, кабы батьки не отпускали детей одних на водоёмы. Лето еще только началось, а трагедия уже сдарилась. В Гомельском районе на днях потанул подлеток. Ён стал 16-й охвярой воды с початку этого года. Отказные службы закликают батьков растлумачить это детям, а малых не выпускать с поднаглядом. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На выходных спекота Крыхо слабее, теплое и дождливое надворье заховается у Беларуси до понедельника. В субботу, 13 червня, на большей части территории краины чекаются дожди. В особных районах – на больнице. В ночи температура поветра в нашем регионе складе плюс 20-22. В день поветро прогреться до 26-28 тепла. В неделю, 14 червня, дожди на больнице Макчиме на протягу суток. Слабки термометров покажут у ночи плюс 16-18, у день до 30 градусов. Гэты, а так само іншые новины, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершен. Всего доброго и до новых состречу эфиры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Анна Корольчук. Здравствуйте. На пожаре в Калинковичах прохожий спас пенсионера. Возгорание произошло в жилом доме по улице Киевской. Мужчина 1982 года рождения увидел, что из строения идет дым. Он проник в дом, на полу обнаружил хозяина и спас его. Пострадавший госпитализирован. В результате пожара уничтожено имущество в доме и повреждено потолочное перекрытие. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается, рассматривая версия «Неосторожное обращение с огнем». Неосторожное обращение с огнем – самая вероятная причина возникновения всех пожаров. Такие причины в большинстве своих случаев возникают по вине человека, не соблюдающих правила пожарной безопасности либо безалаберно к ним относящим. Поэтому МЧС напоминает, что в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации пожаров необходимо сообщать службу спасения по номерам телефона 101 либо 112 «Берегите себя и свое имущество». Еще на двух пожарах обошлось без пострадавших. В Чечерске по улице Ленина горела деревянная хозяйственная постройка. Огонь уничтожил строение. Причина пожара устанавливается, рассматривается версия поджога. В деревне Шиичи пожар произошел в постройке из газосиликатных блоков. В результате уничтожена кровля. Вероятная причина возгорания неосторожное обращение с огнем. В деревне Великие Филипковичи Рогачевского района горела насосная станция. Огонь уничтожил кровлю здания и повредил оборудование внутри. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло стать нарушение правил монтажа и устройства электросети и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем при курении. В Гумельском районе раскрыта кража полотна с изображением Иоанна Златоуста и иконы крещения Господня. В середине мая житель поселка Кореневка сообщил в милицию, что неизвестные обворовали дом, за которым он присматривал по просьбе хозяев. О проникновении посторонних мужчина узнал, когда осматривал здание и заметил отсутствие стекла в окне. Воры похитили 10 церковных брошюр, 8 икон, ценное полотно с изображением святителя Иоанна Златоуста и икону крещения Господня. Оперативники установили круг подозреваемых. Среди них безработный 33-летний сельчанин. Мужчина накануне приходил в этот дом и интересовался иконами, а именно их примерной стоимостью. Сельчанин сознался и рассказал, как проник в дом. Нашел там дорожную сумку, сложил иконы, книжки и спрятал нож в кустах. Позже перенес сумку к себе домой. К моменту приезда правоохранителей все добытое лежало в сумке. Продать подозреваемый ничего не успел. Действуя мужчины, следователи дали правовую оценку, возбудив уголовное дело за кражу с проникновением в жилище. Областная милиция задержала автоворов. Мужчины вскрыли более 35 машин. В течение нескольких месяцев они гастролировали по территории области и вскрывали авто, припаркованные на улицах и дворах. В основном похищали из незапертых багажников электроинструмент, насосы, домкраты, аккумуляторы, магнитолы и наборы инструментов. Иногда демонтировали колеса. Свою добычу злоумышленники реализовывали через торговые интернет-площадки. Все молодые люди из Гомеля не работают. Троим от 21 до 22 лет, еще одному 32 года. Ранее он был судим. Действием задержанных следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за кражи. Сейчас представители следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска продолжают оперативно-следственное мероприятие по документированию преступной деятельности фигурантов данного дела. Гомельская пограничная группа информирует на стрельбище Борщевка в войсковой части 12-42 будут проводиться стрельбы из стрелкового оружия. Они запланированы с 16 по 19 22, 23 и 25 июня с 10 до 18.00. Объект расположен на территории населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Финальная серия чемпионата Беларуси по мини-футболу не перестает удивлять эффектными сценарными ходами. Номельский ВРЗ после поражения в концовке выездного матча из-за досадной ошибки дома взял реванш Шуаршанского Витена. Первый тайм получился равным, но ближе к забитому голу все же были хозяева. Вагоностроители обстучали штанги и перекладину гостевых ворот. Но мяч либо вылетал за пределы поля, либо оказывался у голкипера в руках. Спортивная фортуна была на стороне энергетиков, что в концовке тайма вылилось в гол. Юрий Рабыко, обокрав перед воротами Артема Золотухина, открыл счет на 19-й минуте. После перерыва удача улыбнулась уже хозяевам. На 31-й минуте Евгений Клочко мощно пробил чуть ли не со середины поля, точно под перекладину. Далее в обоюдных атаках дело шло к овертайма, однако за 40 секунд до окончания второго тайма вновь свое слово сказал Евгений Клочко. Дмитрий Лось навесил, а Клочко исполнил ножницы. Мяч рикошетом от плеча Артема Росси отправился в ворота. 2-1 ВРЗ сравнял счет в серии. Не паниковали, старались просто разозлиться, больше найти себе этих эмоций, злости какой-то, спортивной злости, не просто агрессии. И чтобы придала нам уверенность. В принципе, я думаю, что нашли, нашли эту уверенность. Конечно, не без доли везения какого-то, но уверенность была и хорошая равность сегодня была. 14 июня финальное противостояние продолжится в Орше. 18-го вернется в Гомель. Сегодня двумя поединками стартовал 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Минск играет Сысла, чью городея Сослуцком. Мозырьская славя свой поединок проведет завтра. Соперник – Минская «Динамо». Поединок состоится в столице на поле Олимпийского стадиона «Динамо». Начало в 20.00. В турнирной таблице минчане на восьмой строке «Мазыриане» на одиннадцатой. В ближайшие выходные в первой лиге пройдут матчи восьмого тура. Новопредставителя нашего областного центра играют дома. Гомель завтра на поле стадиона «Центральный» встречается с Лидой. Начало в 19.00. Локомотив в воскресенье играет Сорше. И матч состоится на поле стадиона «Локомотив». Начало в 18.00. Речицкий спутник в субботу отправится в гости к Держинскому арсеналу. Светлогорский химик в воскресенье к Слонему. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова